Игнать Тихонович, с мир вашему дому. С миром. Но этого товарища нет сейчас на связи, к сожалению. Это я несколько дней назад писал вам, а вы, я смотрю, только сейчас прочитали сообщение. Вот, ну я услышал, то есть если он, как только я его поймаю, так же вам отпишусь и это. Игнать Тихонович, вот вы сказали, что вы ознакомились с так называемой, так сказать, как это, постановлением архиерейского собора 2017 года о канонических аспектах церковного брака. Да. Есть возможность его разобрать, Игнать Тихонович? А что разбирать? Ты бери Библию и смотри. Что, разбирать там нечего. Если мы хотим... Все, слушаю. Написано, если при живом выйдет замуж. При живом. А не при разведенном, и никогда он прелюбодеет. При живом. Если он не умер, то никакого замужества не может быть. Вы еще не поняли серьезность этого акта. Это заковывается в наручники. На одной цепи сидят. Нет никакого выхода. Если при живом. Считал об этом, нет? Так я много раз читал, Игнать Тихонович. Зачем вы меня спрашиваете-то? Нет, дело не в этом. Ну как, ничего себе. Вы знаток священного писания. Да то что знать-то, если при живом. Какой знаток-то? Живой и мертвый. Два варианта-то. Третий, вот они дано. Человек или живой, или мертвый. Она вышла замуж. Но он живой, муж изменяет. Да, изменяет. Ей дается право развестись. Но Василий Великий говорит, но и тогда не одобряем. Сохрани брак. Перебеситься, да и успокоиться. Зачем торопилась? Я с первой ночью все позволяла себе. Да, еще до брака, до венчаня уже лезут. А потом охают-ахают. У нее и страха никакого нет. Если при живом муж выйдет. Он живой? Я спрашиваю. Он изменял. Я не такой вопрос ставлю. Я спрашиваю, живой он или нет? Живой. Дальше ты меня зачем спрашиваешь? 7.39 считай. Все. Игнать Тихонович, хорошо. Это вот девятое правило Василия Великого, да? Вот у меня тут есть... Я все понимаю. Но вот одна есть, так сказать, место одно есть в этом правиле. Хочу, чтобы вы его разъяснили. Потому что, ну, некая лазейка, так скажем, есть, что ли. Или как это понять? Можно процитировать? Я просто... Отсещал, объясняю. Не надо никаких правил, ничего. Потому что правило ставится там, где непонятно. Непонятно. При живом мужу выйдет замуж, и ты при живой жене женишься. При любодеянии. Все кончено. Живая она, все, она изменяла. Это вопрос другой совершенно. Если изменяла, тебе дается право развестись. Если она не хочет жить. Развестись и остаться одному. Нам-то это не наша шкала. Ее исковеркали. Даша уже объясняет как угодно. Ну, раз брат или сестра свободно в таком случае, тогда и женись еще раз. Нигде не написано. Тот-то стих остался целый, если при живом. Все. Никаких вопросов больше не надо задавать. Один только вопрос. Живой он или не живой? Она живая или не живая? Я же сказал тебе, как он говорил. Когда она умерла, так он бежал и кричал по Петербургу. Ныне отпущаешь раба твоего. Ну, Игнат Ильич, то есть все, что ли? Вопросов нет? Нет. Если ты спасать себя хочешь. А если хочешь жить, как тебе вздумается, никакого отношения... Нет. Это не к церкви, не к Христу. Нет. Тут надо... Тут потому что копья ломают. Я смотрю, вообще много человек. И тут для... Не только для меня это надо, понимаете, Игнат Тихонович. Послушай, послушай, дорогой. Ты зашел ко мне для чего сейчас? Ты не мою волю узнавай. И не мои знания. А что говорит Господь? Ты все время перебиваешься. Говори теперь. Божью волю, Игнат Тихонович, как сказать? Конечно же... Простите, пожалуйста. Просто у меня накипело. Я вот с какой день уже изучаю этот вопрос. Ты давно пора уже этот горшок опрокинуть и забросить. Накипело, накипело. Поменьше ешь. Нет. Тут не в этом дело. Я еще... Опять споришь. Гляди, голова открутится. Ты спросил, я тебе ответил. Пост и молитвы. Другого лекарства нету. Нету. Если сгорает в огне, говорит, лучше жениться, чем разжигать. Но тебе уже нельзя это делать. Это лекарство уже все. Истратили. Остается только одно. Остается одному. Если ты думаешь о спасении. А если не думаешь о спасении, иди в мусульмане. И у тебя четыре жены будет. Так, хорошо. Главное, интересно. Пишут. Один там где-то в Малайзии или где-то. Женится. Двухсотый раз. Двести раз. Но устав не нарушил. Как берет еще одну. Эту выгоняет. Главное, не больше четырех. Вопросы все решенные. Лучше не жениться, Павел говорит. Остался без жены. Не ищи жены. Нет, искать буду. Не ищи жены, он говорит. Время коротко. Ты остался без жены. Успокойся. Все одинаково везде. Все то же самое. Ничего ты больше не найдешь. А она, она еще более злобная будет. Она будет попрекать тебя первой женой. А ты будешь попрекать, ты и готовить не умеешь. Та первая жена хоть готовила хорошо. Лучше не жениться. Лучше. Аминь, Игнать Тихонич. Я вообще не спорю. Я с вами согласен. Я другой момент. Ну, раз вы сказали, что не надо, тогда я же не буду на правом лезть. Ну, на куда лезть это, когда заповедь стоит? При живом муже? Все решено уже. Не надо ни соборов, ни патриарших, ни каких-то там разных... Смотрите, Игнать Тихонич. Еще такой второй момент у меня есть. У меня вот эта жена, прелюбодейка, я не знаю, бывшая она или как это считает. Ну, короче, вот Анастасия ее зовут. Она сейчас... У меня переживаю за ее вечную участь. К чему? Она сейчас как бы вышла замуж там, ну, гражданские, это точно я знаю. Но я не хочу, чтобы она не покусти... Ну, как, не хочу... Ну, я боюсь, чтобы она пошла вот это... Получила где-то эту справку прелюбодейную, так называемую, епископа, и пошла венчаться вот с этим-то новым человеком. Ну, успокойся ты о себе, думай-то. Что она будет... Я должен ее обличить. Я должен ее обличить, Игнать Тихонич. Ну-ка. Не может, она внешняя. Если кто называется братом, говорит, остается прелюбодеем, она ни брата, ни сестра, она никто. Зачем тебе лезть и к ней? А если она... Ну, там сын же, сын смотрит на все... Ну, ты меня спросил? Ну, да. Ты не принимаешь, пускаешься опять в спор. Почему я принимаю? Я спорить не буду никогда. Я тебе ответил, отошел. У меня времени нет на это. Я услышал. Ну, ты слышал, зачем тебе второй раз повторять? Ты о ней вроде заботишь. Ты с ней не встречайся, не звони, не подходи. Я вообще нет, нет. Я не делаю ничего этого. Ты сейчас уже сказал. Готов уже пойти, предупредить, чтобы не венчался. Не пойти, отправить сообщение. Она далеко... Не надо тебе... Зачем тебе эту беду наживать? Она тебя там таким подставит, что ты не рад будешь? Не лезь. Она не расположена. Она что угодно будет говорить, она налицо, а тебя нет. И поверят ей, а не тебе. Ты ее забудь и только молись, Господи, если еще возможно. Молиться тебе не запрещено. Ее принимать нельзя, Игнатий, по Писанию же. Никак нельзя, никак. Конечно. А народ осквернил, а как ее можно принимать? Никак. А ты знаешь про это, что нельзя брать? Еремия. Еремия. Третья один. О, все. А у мусульмана, наоборот, если она от тебя ушла, даже значит ты женой стать, только тогда можешь принять. А то я тут уже заготовил такую заготовку сделаю и тут... Ну ладно. Не надо тебе это, успокойся. Ты молись. Вези себя тихо. Зачем ты спасать? Если развелись, а не пытайся спасать. Она тебя сшибет. Это мне Господь позволил. Кубарем там я скатился, а лишь бороду сдуло слегка. Ты читал? Читал. Читал, Игнатий, все я читал. Вот у тебя так не было. Тебя на месте с бородой с головой отрезало. Сожрала вообще с мясом. А ты видишь, как священник виноват, там познакомил. Не надо ни о чем думать о том. Ты молись спокойно. Лестовку больше поклонов делай. Пока, ну, после Пасхи там уже неземные дотроятся. А потом опять. Кроши себя. Рано вставай. Мало яшить, мало пить. Здраво будешь. Дави как следует, чтобы тело твое, говорит, верещало посвиняще. Игнатих, у меня, я не смог дистанционно, вот этот Петеримов, Виктор, не смог мне помочь. Это не надо никого называть, еще раз говорю. Не надо, тебе не позволено это делать. Никаких имен, никого не позволено. Не надо. Не помогли, значит, ищи в другом месте. Это, ну, у кого как, какое расположение или причина какая, не выявляй. Не, не, не в этом дело. А, как сказать, он пытался, мы пытались, но у нас не получилось, потому что, ну, тут техники нету, определенное нужно. Ну, поговори с кем-то, у кого есть. А дальше Господь усмотрит. Он очень отзывчивый, помогает всегда. Он до конца шел, но так вот. Он начальник фирмы какой-то. Его везде во все города вызывают, он ездит непрестанно. Он большой мастер. А этот-то, Валерий-то, где он сейчас? Валерий, ну, он в Москве сам же живет, он в разъездах сейчас ездит. Ему-то зачем это все, он там лезет на патриархию, да проще, зачем? Ушла она и ушла. Они свои законы пишут, они ответят. И чем больше они этих мерзостей будут укреплять, тем быстрее им конец придет. Поблагодари Бога за это. Зачем он пытается что-то доказывать? Речь-то идет не о благовестии. Да нам запрещают. Ну, и что тут запрещают-то? Это его право. А у меня право проповедовать, несмотря ни на что. Проходит время, они все смиряться начинают. Ну, представь, у нас был потом митрополит Ставропольский Гидеон Докукин. 13 лет был епископом. Так тогда он не Новосибирский только, а Алтай принадлежал ему. Томск, кажется, Кемерово и Красноярский край Хакасия. Это все под одним было. И он говорит, уезжая, сказал, все вы лицемеры. У меня только один человек был, который правду мне в глаза говорил. А до этого сражались неизвестно как, понял? Никому не подлизываясь. Остался без жены, не ищи жены. А их не исправишь. Они не пойдут на попитную. Тут и так понятно. Зачем тебе лезть дальше? Ну, им это надо, надо. У них гражданский брак. Где они нашли эти слова гражданский брак? Ну, тут столько причин они понаписали развода. Да нам зачем это они написали? Пускай. Меня это не касается. Это не закон божественный. Это не каноны. И меня это... Они каждый день будут говорить, что можно, можно. А я знаю, Писание говорит, при живом выйдет замуж. Все кончилось. Тут один стих. Не надо умничать. Они боятся потерять пасву. Иначе у них свечки никто не будет покупать. Ну, так и есть. Это корень этого всего. А корень сребролюбия написано. Корень всякого зла. И нам к ним не надо приближаться. А за них молиться. Мы молимся каждый день. Ну, люди в неведении просто... Так, я договорился. Если Валерию расскажешь, он пожелает встретиться, зайди. Мои данные дай. Можем даже сделать так, чтобы трое были. Ну, да, да. Ты нигде не перебивай только. И на этом все. Сейчас еще нету. Расстаемся? Ну, расстаемся, Игнать Тихонович. Все, ты работаешь, что есть, Тома. Пока время у тебя есть, закончи седьмой том. И сразу я тебе скину девятый. Хорошо. С Богом. С Богом. С Богом.